Книга «Открытым оком», тема «Жития», том 27, вопрос 3885. Почему вы не верите, что всё так и было в жизни святых? Как было написано в «Житиях» про них? Сейчас пишут и сектанты «Жития» о своих мучниках. Вот недавно книжка вышла про Байко Николая. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин», потому что писали не очевидцы, а только по крохотным свидетельствам о них. А остальное домысливали. Если же было уже что-то известно, то рихтовали эти записи, подправляли, и было немало приписок и подделок. Это особенно видно по сегодняшним житиям. Созданы комиссии по канонизации и по написанию житий, которые правят, хотя бы было вовсе не так. Главное, чтобы не судили священство, чтобы угодно была власть имущим. На что уж искренне и правдолюбивцы-баптисты отделенные и то, когда пишут биографию о Байко Николае Ерофеевиче после его смерти всего-то через пять лет, вернее, печатают, а могло быть написано еще раньше, чуть не в день после его смерти. Немалая разница с тем, как он рассказывал. Видно, что контролеры потрудились, выправляя факты, и напускали побольше мистики. Для биографии Байко ничего этого не нужно было, потому что он прошел свое и прошел героически. Книга про него. Николай Ерофеевич Байко. «Верю в бессмертие». Автобиографический очерк. Издательство «Христианин», МСЦ, ЕХБ. 2007 год. 191 страница. 195 на 135 мм. 1922-й. 2003-й. 81 год. «Если бы Байко Николай Ерофеевич встретил впервые адвентистов, то он был бы точно такой же мученик-адвентист. И, окажись он у иных сектантов, он был бы точно такой же и по внешности бритый из столько же детей. И так же был бы уверен, что он находится в церкви истинной, Христовой и имеет жизнь вечную. Он нигде и ни разу не допустил даже крохотного сомнения. А так ли он верит, как верили с первого века? Почему он ни разу не поинтересовался, как у сектанта Питера Гилквиста? 2000 еретиков в книге «Возвращение домой». «Что такое тело и кровь Христовы? Что такое истинное рукоположение? Почему он не дошел до того, что он не в церкви? Какой дух так плотно запечатал ему выход к истине в отношении церкви? Он секту до смертного часу так и величал церкви. Почему? Он работал как истинно верующий. Он столько претерпел, но и коммунисты терпели, и фашисты. Конечно, муки его не были такими, как у святых в IV веке при Диоклетиане или при Декии. Однако и там ему ни разу не встретились православные, и он был категорически против православия, и совершенно был уверен, что баптизм есть истинная церковь Божия. Его страдания только укрепляли его в заблуждении в отношении того, что он в церкви. А уж когда он освободился, его уже никак нельзя было направить на то, чтобы он спокойно почитал труды Златоуста или жития святых. Он все начинал с начала, хотя это начало вовсе не было похоже на апостольское начало. Киприан Карфагенский говорит, что даже кровь мученичества не смывает греха отделения церкви Христовой. «Вне церкви нет спасения, баптизм же не есть церковь, но секта от Джона Смита, образовавшего это течение в 1609 году». Иезекииля 3.17 «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Когда пустынник Иоанн, окрепнув сердцем в жизни строгой, пришел крестить на Иордан во имя истинного Бога, народ толпой со всех сторон бежал, ища с пророком встречи, и был глубоко поражен святою жизнью предтечи. Он тяжкий пояс надевал, во власеницу облекался, под изголовья камень клал, одной акридаю питался. И фарисеи для того, чтоб потушить восторг народный, твердили всюду про него, с усмешкой, дерзкой и холодной. «Не верьте, вида на льва век, чтоб кто-нибудь, как он, постился. Нет, это лживый человек, в нем беслукавый поселился. Но вот крестителю во след явился к людям сам Мессия, обетованный много лет через пророчества святые». Сойдя с небес спасти людей, к заветной цели шел он прямо. Во лжи корил учителей и выгнал торжников из храма. Он словом веру зажигал в сердцах униженных и черствых, слепорожденных исцелял и воскрешал из гроба мертвых. Незримых ясп духовный врач. Он не был глух к мольбам злодея. Услышан им Марии плачь и вопль раскаяния Закхея. И что ж, на площади опять учители и фарисеи пришли Израиля смущать и зашипели, словно змеи. Бегите ложного Христа, пусть он слова теряет праздно. Его крамольные уста полны раздора и соблазна. И как, взгляните, он живет, мирским весь преданный заботам. Он ест, он бражничает, пьет и исцеляет по субботам. Он кинул камень в божество, закон отвергнув Моисеев. И кто ж меж нас, друзья его, о, кроме блудниц и злодеев? 1849 год. Сергей Дуров